До того, как Даня Милохин стал известен, он большую часть своей жизни провел в детдоме, потерял доверие к людям и привык полагаться только на себя. До того, как Даня Милохин стал известен, пацан ввязался в нехорошую компанию, которая посадила его на вещества. И до того, как Даня Милохин стал известен, будущий тиктокер за копейки вкалывал официантам, терпя унижения со стороны неадекватных клиентов. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня ты узнаешь о жизни Дани Милохина до того, как он стал известен. Даня, он же по паспорту Данила Милохин, родился 19 лет назад в Оренбурге. К сожалению, ему не довелось ощутить материнской любви и крепкого отцовского плеча рядом. Батя бухал, бросил семью, а мать не могла прокормить двух маленьких спиногрызов, Даню и его старшего брата Илюху, поэтому сбагрила их в детдом. Нашему герою было всего три года. Там пацанов таскали по разным пристанищам, пока органы опеки окончательно не перенаправили их в Оренбургский дом детства, а затем уже в курортную Анапу. Но ребята отнюдь не на пляже загорали, как и в остальных детских домах жизнь сахаром не казалась. То есть тебя били и сбивали? Ну для меня одного там, то есть, ну всех. Условия реально были суровыми, переживать приходилось даже не за самый офигенный детдомовский хавчик. Я вот, еда моя, да, я вот так ее возьму, вот так рукой одной, а второй ем. Типа, чтобы не отобрали. У тебя отбирали еду в детском? Бывало, бывало так, то есть, типа все время закончилось, пошли. Своих предков пацан практически не помнит, словно это пустая страница в его книге жизни. Пазл приходилось складывать по крупицам только из того, что ему рассказывали. Хотел бы он встретиться с биологическими родителями? Едва ли. Для блогера их существование мало что значит. Это как вот равнозначно тому, что прохожий подойдет ко мне, какая-нибудь девушка скажет, я твоя мама, привет. Я такой, ну, я не знаю. В возрасте 13 лет мальца с брательником забрали под свое крыло приемные родители, которые жили в поселке под Анапой. На тот момент у Дании имелся круг друзей, с которыми было не так просто разлучиться, понимая, что возможно, их пути навсегда расходятся. Ну, и у нас же были там друзья, то есть, да, вот это все, и у нас какое-то, типа, предательство типа какое-то, якобы, если бы кто-то уходил. Ну, а для юных пацанят возможность обрести семейный кровь стала глотком воздуха, и они, в конце концов, согласились на усыновление. С другой стороны, хоть на бумаге у парня появились родители, по факту он продолжал жить сам по себе. Несмотря на сладенькую внешность, будущий блогер Пай мальчиком явно не был. Если бы не детский дом, мне кажется, я бы был таким, я бы был сладеньким. Ох, и пришлось помучиться новым родителям за то время, что Даня пробыл у них. Хотя дома пацан особо не томился. Постоянно где-то зависал с кентами и даже сбегал не один раз. В подростковом возрасте самый хайповый ныне тиктокер часто промышлял воровством в магазах. И воровал чувак отнюс не сладости. А чего воровали-то? Я вам скажу, курицу, хлеб, то есть такое, не батончик всякий там в жвачке. Стоп, как вы пронсили курицу? Это уже искусство, это искусство. Сухим из воды тоже не всегда получалось выходить, но он еще легко отделывался. Меня поймали один раз, пили в учреждение, здесь недалеко есть, где приемных детей воспитывают якобы, просто какие-то лекции читают. Вот такими трудными выдавались тинейджерские будни Данилы. Ну а мы же еще не затронули такую важную вещь, как образование. В лучших блогерских традициях Даня не особо ладил со школьными дисциплинами и сразу забил огромный болт на учебу, посвятив время развитию творческих способностей. Я не хотел учиться. Почему? И, ну, не шло, не получалось никак. Кое-как, закончив 9 классов, Милохин поступил в сельскохозяйственный техникум по специальности автомеханик. Лично я про себя скажу о том, что я 9 классов закончил, закончил их для того, чтобы просто... Мне не было 18 лет, поэтому мне нужно было учиться, ну, куда мне еще, что мне еще делать. Согласен, довольно странный выбор учебного заведения. Но, как оказалось, мотивация довольно проста. Я поступил в Анапу для того, чтобы там жить не с родителями, а в общежитии. То есть, чтобы просто жить не с родителями. Тогда же в универске, сорян, бурситетские годы у пацана появилась зависимость. Он конкретно подсел на вещества. Я употреблял, я это употреблял. То есть, я считал, что это нормально. То есть, я вижу, мои друзья делают это, да? Я такой, ну, да, что... Встатное чувство. Да, да. После слива этого видео тиктокеру пришлось искать оправдание, чтобы хоть как-то сглазить ситуацию. Но вышло не особо убедительно. Я на котике не употребляю. Забыли. Хорошо, что автор сумел изолировать свой организм от этой психотропной гадости. И я считаю, что вот период, который был, это было полгода примерно, это, ну, самый неприятный период. Преподы пытались убедить Даню, что пора уже взяться за голову, бросить, закидываться всякой хернёй, сконцентрироваться на учёбе. Она говорила, вот, Даня, почему ты злился, Даня, почему ты не учишься? Что вот сделаешь, чтобы ты начал учиться, чтобы ты понимал, что это нужно? Ну, а начинающий блогер упорно верил, что станет популярным, внушая это самому себе. Чувак ставил all-in, либо он действительно добьётся огромных высот, либо так и продолжит горбатиться за гроши. Я настроился на то, что если не получится интернетом, то буду работать где-нибудь, не знаю, в KFC. Даня осознавал, что если он будет сидеть сложа руки, успех к нему сам не придёт. И уже в 17 пацан начал делать свои блогерские шаги в ТикТоке. Раз, думаю, полетели подписчики, я такой, круто. Там он постепенно продвигался, мало-помалу набирал аудиторию и даже получал первые деньги, которые, само собой, не сравнятся с той лавэхой, что Милохин рубит сейчас. Не боюсь говорить, на самом деле, сколько зарабатываю, но миллион точно есть в месяц. То есть точно есть миллион. Параллельно наш герой подрабатывал официантом в одной анапской забегаловке. Работка не пыльная, но весьма изнурительная. Тут съели кальяны, сидела, я стоял такой и принимал гостей. Посетители разные попадались. Учитывая, что Данька любил приукрасить свою внешность, возникали некоторые неловкие ситуации. Было один раз, заходит мужчина, я стою, он такой, девушка, можно вас? Я такой, девушка? Я мужчина, он такой, типа, извините, извините, пожалуйста, извините. Но определенные жизненные уроки из опыта работы офика Милохин все же извлек. Я думал, что мне все должны, так как я приемный, мне должны государство, мне там все должно, мне там квартиру, деньги должны дать. А сюда приехав, я от родителей уехал, я понял, что все не так, как я думал и зарабатывать нужно самому. Однако серпеть пришлось недолго. Через пару месяцев за спокойной совестью чел уволился. А все потому, что образ милого краша из тиктока набирал популярность до настолько, что Данила решил перебраться из солнечной Анапове еще более солнечную по перспективам Москву. Не учился, никуда не ходил, ждал, пока исполнилось 18 лет, исполнилось и уехал. Сюда? Уехал в Москву? Да. Так как Милохин приемный, по достижению совершеннолетия, Бека выплатила ему 210 тысяч рублей. И пацан вложил эти деньги в любимый отдел. Я сразу продумал, что 200 тысяч пойдут на новый телефон, ну то есть все, что нужно для интернета и переезд. Думаю, юный автор даже не подозревал, насколько круто окупятся инвестиции. Во многом прорыв случился благодаря тому, что Милохина под свой протекторат взял один известный продюсер, который помог раскрыть и монетизировать блогеру весь свой потенциал. Ну или не весь. Кто знает, какие творческие сюрпризы Данька приготовит для нас в ближайшем будущем. У меня есть продюсер. Вот. И он решил из меня что-то слепить. Через год после начала карьеры тиктокера Милохин стал одним из участников проекта Dream House, где с другими известными коллегами по цеху продолжил развивать свое искусство. Мы пришли улучшать друг друга, помогать друг другу, потому что у нас у всех общая цель это стать чем-то великим. Мы будем легендой, ребята, я вам отвечаю. Но эта вода не показалась недостаточной, и вскоре парень подался в музыкальную индустрию. Первым его творением стал трек «Я дома», который дико завирусился в тиктоке. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. Следующим экспонатом в музыкальном ассортименте является Фит с Тимати Джиганом. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Пилим, словно Нетфликс, прямо на квартире. Модной традицией современных фрешменов являются коллабы с исполнителями старого поколения. На вскидку можно вспомнить цвет настроения черной Крида и Киркорова, черный бумер Давы и Сереги. Теперь эстафету принял Даня и месяц назад фитанул не обыскием, а самим королем эстрады, самым натуральным из всех натуральных блондинов Николаем Басковым. Он говорит, давайте, если предложите что-нибудь интересное, давайте сделаем. И мы сели, придумали, предложили, и он согласился. В какой-то степени это, конечно, был зашквар, но... В общем, песня вышла довольно-таки простой. Однако мотив заедает, а с клипом-то вообще ребята попали в яблочко. После такого Милохин стал спросовым гостем на многочисленных шоу и интервью. И теперь чувака знают далеко за пределами тиктока. Вместе с Диной Саевой наш герой залетел на камин-аут. Крутим, крутим! Надо затормозить попочкой! Не менее увлекательным было участие блогеров в шоу у Явлеева, где чего они только не делали. Выполняли челленджи от подписчиков, раздавали им бабки, просто угорали как могли. А, у нас дается три попытки, кстати. Я снова... Давай. А, все, иди, смотри. Давай, понял? Давай. Нормально? Да. Давай. О! И ты прикинь, всего этого пацан добился условно за год. Без денег, без родительских связей. Все, что было у Дани, это мечта и большое желание достичь невероятных высот. Чтобы все только и делали, что говорили о нем. А кровные родаки молча кусали локти, видя какое чадо они бросили на произвол судьбы. Интересно, какой творческий хавчик Даня приготовит нам в ближайшие месяцы или даже недели. А, то есть ты готов с Моргенштерном сам вот написать какой-то трек и... Изи. Впрочем, это уже совершенно другая история. А это была история Дани Милокина до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории успеха других звезд из мира блогинга. Ну а пока предлагаем посмотреть предыдущие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.